Продолжение прохождения игры Готика От хижины Кавалорна Вы, наверное, думаете, что я здесь делаю Дело в том, что я Сейчас только что сходил В новый лагерь Путь я вам не показывал Всё это я вырезал В новом лагере я купил немного свитков С ледяной магией Потом объясню, зачем она мне нужна Сейчас же я наткнулся На такое вот место Похоже, здесь раньше жили охотники Здесь я обыскал все сундучки А теперь, я думаю, продолжу искать Ксардаса Также обследовать землю орков В землю орков можно попасть Тремя способами Первый способ Это пройти Как раз переплыть реку Возле нового лагеря И пройти туда Второй способ Это пройти через проход Который я сейчас покажу И потом покажу я вам Ещё третий способ Итак, второй способ Впереди стоят стражники Сейчас я их убью сначала Потому что они на меня нападут Вот уже напали Дело в том, что если с этими стражниками поговорить До четвёртой главы То они скажут, что не ходи туда Тут находятся земли орков В общем, это действительно так Туда лучше не ходить Поскольку там довольно опасно Особенно в начале игры Ну и в принципе, я думаю, что лучше мне даже сейчас сюда не ходить Поскольку неподалёку там обитает Целая стая орочек-гончий И они, думаю, меня же раздерут на куски Сейчас же я покажу третий способ Как попасть в землю орков Ну и заодно Обойду это место Потому что тут я Проходить не буду Также мне, в принципе, надо подлечиться Поскольку эти болельщики отняли у меня много здоровья Также вы, наверное, сейчас уже заметили Что видео Стало немножко более тёмным Да, это действительно так Видео стало темнее Сему причина, что я Немного по-другому стал записывать видео через Фрапс Надеюсь, что это временно В общем, я не буду вдаваться в подробности Дальше я вижу человека по имени Пачо Если с ним поговорить Тоже В первых главах То он скажет, что Не ходи сюда Впереди находятся земли орков Но здесь я всё-таки же пройдусь Хоть и не понизу Я пройдусь вот здесь вот Поверху Дело в том, что внизу тоже находится Вторая стая Дехорочек-гончий Хоть и не такая большая Но всё же довольно опасная Впереди здесь находятся орки Поэтому надо быть здесь Крайне осторожным Итак, вот я вижу двух орков Это воин орков Да, надо, как быстро убил Ещё один воин орков Да, что мне везёт И постоянно Делаются критические попадания Ну, в принципе, это очень хорошо Дело в том, что у арбалета Шанс критического попадания Сорок процентов А у одноручника Всего лишь десять Так, я видал Тут ещё где-то орка Так, вон Я вижу орка впереди Это орк-охотник Ну, я видал Похоже, здесь орка-воина Не знаю, где он Ну, ладно Так, орков я собираю У всех топоры Потом я их продам И куплю себе действительно Что-нибудь стоящее Например, эликсиры Хотя у меня их сейчас достаточно Так, ну, вперёд Я туда не пойду Поскольку там Находятся орочи-гончие Я пойду как-нибудь Это место Туда я тоже не пойду Там тоже находятся Орочи-гончие В общем, мне надо как-то Добраться вон До той башни Которая находится впереди Это и есть Башня Ксардоса Пока что мы толком Об этом не знаем Ничего Так, впереди я вижу осетров Ну, в принципе, я думаю Как-нибудь их лучше обойду Потому что они довольно опасные Так, а внизу я вижу кусачей Вот с кусачами я, пожалуй, расправлюсь Для того, чтобы получить опыт Они очень лёгкие Осетров я убил как-нибудь В другой раз Потому что они, в принципе По сложности Практически такие же Как орочи-гончие Может, даже чуть послабее Но, может, чуть посильней Я точно не измерял В общем, пока что они для меня Ещё довольно опасные Так, за мной никто не гонится Так, впереди я вижу Ещё одну стаю кусачей В принципе, я с ними Расправился очень даже просто И получил аж 480 опыта Это довольно много Так, здесь я вижу Есть топор Старый боевой топор Посмотри, что это за топор По характеристикам Он немножко лучше моего Но, к сожалению Это оружие дворучное Поэтому использовать я его не буду Так, впереди я вижу Находится каменный голем Он очень опасный Убивать я его пока что не буду А просто выманю сюда Для того, чтобы обойти Так, он погнался за мной Но ничего Так, здесь я вижу Ледяного голема А здесь за поворотом Ещё и вдобавок Огненного голема Так, ну и здесь я вижу Вход в эту башню Что ж, зайду сюда Что же здесь есть такого Сразу же я вижу Здесь есть сундучок А раз сундук Надо его обязательно вскрыть Итак, что же тут есть В основном тут есть эликсиры Вернее, тут полностью Только эликсиры В принципе, все эликсиры Обычные, кроме одного Один эликсир Называется Вытяжка жизни Он прибавляет максимальную Жизнь плюс 10 Это самый лучший эликсир Который находится здесь Так, здесь я вижу Есть демон Почему-то меня не атакует Ладно, что ж, разберусь Здесь есть ещё один эликсир Ой, ой, ещё один сундук Что же в нём есть? Итак, в нём находится 321 кусок руды В принципе, тоже довольно неплохо Постой Кто? Кто говорит со мной? Так это ты говорил со мной? Как? Как тебе удалось проникнуть в мои мысли? О-о-о-о Что ты есть? Слуга своего повелителя Ты похож на порождение ада О-о-о-о Хочешь, чтобы я замолчал? Послушай Твоего повелителя Случайно зовут Никсардас? О-о-о Ну хорошо Имена не играют роли Ладно Просто мне кажется Что это и есть башня Ксардаса Мне нужно поговорить с твоим повелителем О-о-о Не доверяет? Мне? Что за испытание? О-о-о А, я понял Тот, кто хочет поговорить с твоим повелителем Должен прежде доказать Что он этого достоин Постой Что это было? Доказательства? Победа? Над чем? Победа над стихиями? Камень? Лед? Огонь? Ты говоришь загадками Ты это уже говорил Ты повторяешься Тебе нужны доказательства победы Над стихиями льда, огня и камня Итак, похоже это действительно башня Ксардаса И это именно его создание Огненный демон Он не пускает ни у кого Ксардасу Пока я не пройду испытание Что ж, ладно Впереди я встретил как раз тут неподалеку Каменного, ледяного и огненного гольма Может их надо убить Может как раз и является победой над стихиями Огня, льда и камня В книге Арканиум Галум Как раз рассказывалось о том Как убить этих големов Сейчас я немножко перескажу это Каменного голема надо убивать Только дробящим оружием Ледяного голема надо убивать Только огненной магией А огненного голема надо убивать Наоборот, ледяной магией Как раз свитков с ледяной магией У меня практически не было Был всего лишь один И именно при этом я и ходил В новый лагерь для того, чтобы закупиться Этими свитками Закупился я очень многими свитками И теперь думаю, приступлю к убийству этих големов Итак, первый огненный голем Так, запускай шаровую молнию Вторую Итак, первый голем мёртв Получаю тысячу опыта У этого голема можно собрать его сердце Так, в следующем идёт ледяной голем Надо будет сразу подготовить мне огненную магию Из огненной магии, я думаю, использую огненный шторм Я его уже как-то раз, кстати, использовал Так, где этот ледяный голем? Вон он Он меня даже ещё не заметил Он умер практически сразу Моя смерть была не очень мучительной Так, ну теперь я возьму какое-нибудь дробящее оружие Да, только у меня нет никакого оружия дробящего Хотя, это можно молот использовать Который я недавно взял Орочий молот В принципе, довольно хороший по урону Так, здесь есть Кроме сердца Ледяного голема ещё частица Это частица что-то типа Магического заклинания Только для того, чтобы её использовать Необходимо 500 маны Ну даже за игру такое количество маны Просто набрать нереально Поэтому использовать я её никак не смогу Так, теперь надо будет подготовиться К убийству каменного голема В принципе, убивая его довольно просто Ну вот и всё Каменный голем мёртв Собирал у него сердце Получая тысячу опыта И, наконец-то, 20 уровень Думаю, теперь мне продадут доспехи В болотном лагере Ну, по крайней мере, надеюсь Я за болотный лагерь играю в первый раз Поэтому точно ещё не знаю Шеф, попробуй показать эти сердца демону Надеюсь, он удовлетворён Вот сердце каменного голема Что? Верно Убедительные доказательства Не хватает? И хватает ещё двух Это сердце ледяного голема Может служить доказательством Двойственность? Второе доказательство Осталось ещё одно Как насчёт сердца подненного голема? Совершенство? Я выдержал испытание Если так, я желаю поговорить с твоим повелителем прямо сейчас Контр-аргументы? О чём это ты? Руна? Руна для меня? В таком случае я принимаю руну телепортации в знак твоего доверия Смертный? Кто? Я? Ладно, я иду Итак, он мне дал руну телепортации к Сартосу Только вот мне возник один вопрос Как демон мог передать руну? Ну да, как-то-то, не знаю, звучит немного смешно Но всё же он это как-то сделал Итак, где эта руна? Итак, руна, портал к Некроманту Так, ну для того, чтобы её использовать Мне необходимо восстановить ману Итак, телепортируюсь к Некроманту Итак, я оказался в такой немного интересной комнате И здесь есть сундуки Которые открываются сразу В первом есть эликсиры А во втором есть тоже эликсиры Так, что тут есть ещё? Вроде больше, в принципе, ничего Также здесь есть лестница наверх Что ж, поднимаюсь по ней Сейчас я, похоже, нахожусь на вершине этой башни Да, это действительно так Я нахожусь на самой вершине этой башни Так, а здесь как раз находится Некромант Ксардос Кто посмел отвлечь меня от моих исследований? Меня зовут Я не желаю знать твое имя Это несущественно Куда важнее то, что за долгие годы Ты первый, кто сумел разгадать загадки моего голема А были и другие Их было немного И когда они надоедали мне Я ознакомил их со своими сверхъестественными созданиями Похоже, ты ценишь своё уединение Меня прислал Сатурас Нам нужна твоя помощь Маги воды хотят использовать свои запасы руды Решение кроется не в этом Не в этом? Нет! Все маги огня мертвы Их убил Гомес Это меня не удивляет Тупые мясники-варвары в замке Им нельзя было доверять Помогая Гомезу захватить власть Користы и остальные сами сунули голову в петлю Говорят, что так называемый спящий На самом деле является злым демоном Это выяснили члены Болотного Братства Маги воды уверены, что вся колония находится под угрозой Это опасность больше, чем может себе представить любой, кто находится внутри барьера Если взрыв Железной горы не предотвратит угрозу... Забудь о Руде Она не в силах обрушить барьер Если бы Користа и Сатурас не тратили свое время на решение пустых и никчемных вопросов все эти годы Сейчас они бы знали то же, что и я Что именно? Ни один из двенадцати магов не прекращал ломать голову над вопросом, почему они не в состоянии контролировать барьер И почему он разросся до таких гигантских размеров И ты нашел ответ? Ну, ясно одно Ответ находится Под городом орков Город орков? Орки вовсе не звери, как думают большинство людей Их культура насчитывает столько же лет, сколько и человеческая Несколько веков назад пять орков-шаманов призвали древнего демона в надежде, что он поможет им победить всех врагов Этот демон — это и есть спящий? Это имя орки дали ему намного позже Но я не скажу тебе, почему они его так прозвали И почему сейчас это сверхъестественное создание внушает им такой ужас Не скажешь, но почему? Я думаю, что ты можешь быть... Нет! Для того, чтобы убедиться в этом окончательно, я дам тебе одно задание Какое? Слушай внимательно! Орки изгнали одного шамана из города За что они изгнали его? Когда один из моих демонов пытал оркского воина, тот уже умирал и был не в состоянии ответить на этот вопрос Какое отношение этот шаман имеет к моему заданию? Он расскажет тебе вторую часть истории о спящем Едва ли шаман орков захочет говорить со мной Ты хочешь, чтобы я помог тебе? Или нет? Вообще-то да, но... Тогда больше никогда не подвергай сомнению мои слова Найди шамана! Он не слишком ладит со своими сородичами из города орков Так что, возможно, он выслушает незваного гостя, прежде чем превратить его в живой факел Звучит обнадеживающе Где живет этот изгнанный шаман? Отправляйся на восток, к старой крепости Ты не заблудишься Она стоит на вершине горы, и ее видно издалека В нее можно зайти? На самом деле от старой крепости остались лишь обломки стен Она была разрушена еще несколько десятилетий назад Я добьюсь ответов от этого шамана Мой слуга уже отдал тебе руну телепортации В любой момент она перенесет тебя в пентаграмму, которая находится в нижнем зале У тебя не будет проблем с возвращением Я хочу постигать суть магии Также Ксардос продает различные довольно-таки хорошие цветки Как, например, создать голема или скелета Но цветки мне эти пока что не нужны И сейчас, я думаю, отправлюсь прежде всего в болотный лагерь Для того, чтобы попробовать купить все-таки доспехи У меня 20 уровень, может продадут их мне Это было не слишком много Итак, подойду к Горнатофу и попробую купить у него новые доспехи Мне нужны тяжелые доспехи Теперь ты будешь носить эти доспехи в знак высочайшей чести Оказанные тебе братства У меня есть хорошие Итак, я купил за 2100 кусков руды Самые лучшие это тяжелые доспехи стража Которые только можно здесь приобрести И в принципе, это довольно хорошие доспехи Ну и в принципе, я думаю, что на этом уже можно заканчивать этот эпизод Всем спасибо за просмотр И увидимся в следующем эпизоде В котором я отправлюсь на поиски этого шамана орков Всем пока!